всем привет ребят сегодня 23 мая и свинка не находит себе места она она собиралась проситься на 110 день но потом передумала мне кажется это были ложные схватки ну а сегодня сегодня 114 день ну хотя 114 дней полных будет в 9 часов вечера так как но она была покрыта позднее поздним вечером когда помните я пускал физик ней и на тот момент был маленьк давно сейчас не сильно большой и он не смог ее покрыть он как бы не достал то потому что он низенький он старался старался перенервничал я их в тот день только перегнал и в общем в 9 часов вечера я ездил к ассиминатору взял дозу и осеменил ее искусственно вроде это было так не вроде а точно и сейчас ее поведение мне ну то есть не то что не нравится наоборот нравится у нее такое предопоросное поведение она готовится к поросу смотрите перерыла всю подстилку под собой и смешала ее всю с навозом то есть в таком загончике ей пороситься точно не ну то есть не то что не не стоит нежелательно потому что вымя должно быть чистая поросятки должны быть на сухом поэтому сейчас вот этот весь бардак хотя она сухое но все сухое для обычной свинки это бы было бы еще нормально но для свинки которая будет пороситься конечно не очень хорошо поэтому сейчас я все вычищу и настилю ей новой подстилки новой соломы без опилок потому что опорос лучше принимать на соломе потому что опилки залипают на поросят залипают на соски и поросята могут их съесть а это расстройство пищеварения понос и в общем всякие сопутствующие болячки свинка себя уже ведет тревожно встала легла встала легла ну вот видите какое у нее состояние вымя уже у нее красное из некоторых сосков уже отлично поступает молочко но такого прям обильного молока отделения еще нет ну ничего страшного подготовиться нужно сейчас по убираю подстилю и все и будем ждать она немножко нервная стала ну потому что все таки приближающийся опорос немножко добавил молоко есть увидите свинка тревожная потому что еще вот кстати не знаю видно на в кадре или не видно вы меня вы меня спрашивали чем я каким образом я избавляюсь от мух ну все достаточно просто клейкими лентами которые у нас стоят 4 гривны это около 10 рублей ну я считаю что это очень дешево где-то вот сейчас у меня висит на сарай 5 штук и они будут облипать мухами примерно неделю то есть раз в неделю потратить 20 20 гривен на избавление от мух это не очень дорого поэтому я не буду использовать там какие-то опрыскивание по карабам и есть еще такие гранулы желтенькие не знаю как они называются можно есть еще такие гранулы вот желтые такие мелкие и я не нервничаю не нервничаю все вот и мое занятие когда ты не заходишь она трется на меня но сейчас вот она нервная нервная чувствуется дай бог в апоросе будет спокойно сейчас я вычищаю здесь нужно ее немножко вот видите какая беспокойная это симптом один из симптомов приближающихся приближающегося опороса я не трогаю тебя подвинься смотрите как не страшно все 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 да никто тебя не трогайся поворачивайся вот умничка живот опустился то есть уже с боков живота не видно вымя налилось красное девчонечка ласточка ласточка у меня в сарае поселилась ласточка я вам покажу ее гнездо девчонечка давай 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 вот 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 Продолжение следует... 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 И чем больше на них мух, тем больше их туда налетает. Потому что, ну, им кажется, что же они там делают. Ну, это я так думаю. И они туда летят. Так что вот так. Вот, смотрите, ребята. Вот ласточка свастерила гнездо. Я не знаю, есть там яйца или оно еще не видно. В общем, как-нибудь сниму со вспышкой. И дверь, на ночь хоть дверь закрывается, то она все равно, ну, то есть понимает, что днем она может летать, потому что днем дверь открыта. Ну, и плюс несколько раз видел, что ласточки залетали и туда в окно от чернушки, и вон в ту вытянутую форточку там тоже бывало несколько раз залетали. То есть они разбираются. И еще вот обратить внимание, это гнездо здесь не первый раз. То есть вот старая постройка, а вот эта свеженькая, это они сделали сегодня. Ну, как сегодня, я имею в виду в этом году. Еще было гнездо в этом углу, но оно отвалилось. И вот я забелил, как-то они больше пока здесь не хотят. Вот так. Ну, вот такие дела, ребят. Все, теперь ждем, ждем опороз. Следующая после нее будет вот эта красота. У нее сейчас тоже все поубираю. И подстилю ей свежей подстилочкой. Да, девчонечка? А вот наша акушерка. Да? Да? Надеюсь, что сегодня К вечеру Опороситься Не очень хочется здесь ночевать Единственный плюс, что завтра выходной То есть даже если я буду Принимать опорос всю ночь То Завтра можно будет отдохнуть Немножко поспать Так что вот так Ой, какая умничка Какая умничка, да? Не знаю Напишите мне в комментариях Потому что мне Мне всегда хочется После того, как я уже Все рассказал То, что хочется рассказать Я всегда говорю Всем пока И выключаю камеру Вам вот интересно Понаблюдать за поведением свинки Вот в тишине Вот когда я молчу А она вот занимается Своими делами Даже вот когда я сейчас Выключу камеру Мне все равно нравится Наблюдать за их поведением Потому что Ну они Очень По-смешному Себе ведут Вот смотрите Какое вымя У Сеши И тоже Такой же бардак Сейчас, конечно Все поубираю Это вот до 2 дня 2 дня И весь станок Загажен Ну ничего Сейчас уберу И будет красота Моя девочка Вот такие дела Заеду Уф И Уф 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 úa Уф 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 еще вот это прям закономерность такая есть потому что очень большое количество свинок во время опороса вот так ложатся ну то есть хвостом в стену то есть в такую позу ложатся что очень очень неудобно принимать опорос это первое во вторых вот смотрите она легла так что у нее соски в угол и это невозможно то есть как она в такой пол в таком положении может покормить поросят если вот туда будут пороситься назад а до вы меня им невозможно даже будет подойти это конечно не хорошо поэтому нужно следить за опоросом и пытаться вложить свинку так чтобы его ну чтобы этот опорос было принять попроще ну все ребята в общем буду чистить весь сарай как только начнется опорос я вам обязательно все засниму в общем всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока